Белолобный гуси Звуки громко и тихо Также научимся делать жалобный крик белолобого гуси Который иногда сможет вернуть обстрелянных вами птиц А на следующем четвертом занятии и пятом занятии Не будет новых звуков Все нужные звуки мы уже разобрали на первом, втором И сейчас разберем на третьем занятии Осталось только собрать их в одно целое И разобрать применение тех или иных звуков на охоте В зависимости от охотничьей ситуации Существует множество звуков и их оттенков Которые издает белолобый гусь Он их может издавать на земле, в полете, во время кормежки На воде, при разговоре с птенцами Во время гнездовья, во время опасности и так далее Все эти звуки вы можете самостоятельно изучить Потренировать, проверить их работу на практике Для меня и соответственно для вас Должны быть интересны рабочие звуки Проверенные звуки, которые приманивают гусей на охоте Итак, третье занятие Вам нужно освоить два основных звука Это двойные и тройные звуки белолобого гуся По-другому йодли Второе, это крик раненого гуся Жалобный крик Почему он так называется? Возможно, что он так называется Имеет другое какое-то научное название Но это название я ему дал сам Может быть я ошибаюсь, но иногда этот звук работает На охоте я заметил, что гуси после обстрела Иногда издают этот звук Они издают его все вместе Либо поодиночке кто-то из стаи издает Но напуганная стая иногда издает этот звук Поэтому я его так и назвал Впервые я его применил на охоте В Тверской области весной 2012 года Когда манил трех белолобых гусей И после обстрела После того, как они первый раз на нас налетели На скоротке нам удалось уронить одного гуся И вернуть оставшуюся пару Еще раз на выстрел И добыть еще одну птицу Впрочем, вы сами сможете посмотреть это видео На моем канале в ютубе Дмитрий Курочкин Есть ролик, где показан этот звук на практике На следующее утро на этой же самой охоте Я наманил пару гусей И выбил с первого налета одну птицу Потом я передал ружье своему отцу Мы были вдвоем Начал манить оставшегося одного гуся И наманил его еще два раза Возвращал Отец обстреливал его Но так не далось нам его добыть Он поднялся очень высоко И летал около получаса Жалобно, крича И звал вторую птицу свою Либо самец, либо самка И после этого случая Когда удается Наманить пару гусей Я стреляю по ним Если есть полная уверенность Подстрелить сразу двух птиц Если этой уверенности нет То лучше пропустить пару И не стрелять вовсе Но это так Небольшое отступление от занятия Итак, двойной йодель Правильное положение манка в руке Чтобы манок давал срыв звука Это вы должны были освоить Из предыдущих двух уроков Теперь мы подаем воздух в манок Таким образом Как делаем свист для подзыва собаки Таким образом Мы получим один звук до срыва И второй звук после срыва Такой же звук Как мы делаем клак Это из второго урока Покажу вам на примере Этот звук можно делать более растянуто И коротко Добавлением низкого звучания И просто звон То есть модулируя горлом Перед тем, как получить звук Покажу на примере Более растянуто Двойной звук Более коротко С добавлением низкого звука Тройной йодель Делается точно так же Как и двойной Только добавляется Еще один звук до срыва Таким образом Таким образом Мы получаем два звука До срыва И третий звук После срыва Аналогично третий Такой же звук Как мы делаем клак Покажу на примере Этот звук Тройной йодель Также можно делать более растянуто И более коротко С добавлением низкого звучания Просто звонки Более растянутый Тройной йодель Более короткий С добавлением низкого звука Более растянутый С низким звуком Крик раненого гуся Опять правильное положение Монка в руке Чтобы мой ног давал срыв звука В мой ног подаем воздух Таким образом Чтобы получился срыв звука Как мы учились на первом занятии Получать правильное положение Монка в руке То есть своеобразный звук С ударением на последний слог И протягиваем этот звук дальше Делаем сначала короткие Частые звуки Потом более растянутые Добавляем низкий звук Как бы принудительно призываем Обстрельных и испуганных птиц Вернуться Вернись Вернись То есть так Вернись Протягиваем Этот звук сразу применяется После выстрела Когда птицы Вошли в форсаж Мы их обстреляли И они набирают скорость Уходят Мы тут же издаем этот звук Этот звук иногда может сработать Как правило Он работает по небольшим группам гусей Два-три Вот на моей практике Два-три То есть больше Александр Кудря На охоте Когда мы были в Луизиане Использовал этот звук И Большую стаю Подвернул После выстрела Там больше Пяти птиц было Точно Конкретно я не помню Но суть в том Что иногда этот звук Может сработать Иногда этот звук Не может сработать Можете его применить Попробовать Может быть вам и повезет Но на моей практике Я уже вам рассказывал Что пару Гусей Обстрелял один раз Одного выбил И еще Оставшихся Одного гуся Обстрелили два раза В итоге он три раза Был под обстрелом И птица была Немолодая То есть она была Черная С полосками Взрослый гусь Просто здесь Действует эффект То что Это была пара Получается Пару разбили Если это тройка Опять же Там в тройке Есть пара Какая-то Самец и самка Одного гуся Выбили Значит Остальной Возвращается К нему На жалобный крик Иногда это сработает А когда-то Может не сработает Теперь я вам дам Одно упражнение Для самостоятельной Тренировки Двойных и тройных Йодлей Упражнение Направлено на тренировку Двойных и тройных Йодлей Вам нужно Уметь Делать их Короткими И более растянутыми С низкими Первыми нотами И звонкими При этом Не теряя частоты Звука И не срываясь На втором звуке С помощью этого упражнения Вы научитесь Это делать Делаем Точно так же Как делали На первых Вторых занятиях Тренировали То есть Вы сначала Делаете Звук Чистый Двойной Показываю На двойном Йодле И попутно На три счета Вот при закрытой руке Звуковую горку Делаете Чтоб не пустую Тренировать Потому что Вы будете на охоте Менять Тон звука Громкость его Прикрывая Левой рабочей рукой С добавлением Низкого звука Без низкого Вам надо добиться Частоты Звучания Этих звуков Для примера Вы можете Использовать Записи Голосов Живого Гуся И Вторая часть Упражнения Вы тренируете Тройной Йодель Тройной Звук Клик Белолобого Гуся Таким же Образом Сначала Вы делаете Его Чистым При этом На три Счета Открывая Закрывая Рабочую руку И С низким Звуком И более Растянуто Что в двойной Йодель Что в тройной Можете делать Это будет Полезно Двойной Более Растянуто При этом Вы Должны Делать Это Чисто Чистый Звук И не Срываться В заключении Что касается Крика Раненого Гуся Его Тренировать Очень Просто Вы Можете Просто В промежутках Между тренировками Попробовать Сделать Там нет Ничего Сложного Как я Говорил Надо Просто Делать Его Более Сначала Более Часто Более Растянуто С ударением На последний Слог И с добавлением Низких Нод В заключении Третьего Занятия Я хотел бы Вам сказать Что основные Звуки Вы уже Изучили Это Более Чем Достаточно Для успешной Охоты С манком На этом Занятии Вы изучили Оставшиеся Основные Двойные Тройные Ноты Просто На охотничьей На охоте Вы будете Их чередовать Менять Смешивать Это мы Разберем На следующих Занятиях Все остальное Будет зависеть Только от вас От вашего Терпения И желания Освоить Духовой Манок Это я Говорил На первых Занятиях Буду Говорить В дальнейшем Только Ваши Желания Только Тренировками Можно прийти К желаемому Результату На двух Последующих Занятиях Мы разберем Какие звуки Когда нужно Делать На гуси На охоте С манком В зависимости От ситуации Поговорим О маскировке Расстановке Чучел И многом Другом До скорых Встреч Удачи В тренировках Дорогие Друзья Охотники Подписчики Моего канала И просто Фанаты Охоты С духовым Манком На птицу Я подготовил И записал Три части Видеокурса По базовому Освоению Короткоязычкового Духового Манка На белолобого Гуся От покупки Манка К охоте На этих Занятиях Я дал вам Основные Рабочие Звуки Которые Проверены На практике Мною И многими Охотниками Рассказал Как их Получить И как Их Тренировать Этих Звуков Более чем Достаточно Для успешной Охоты С манком Но я вам Дал Только основу Для обучения Дальше Все будет Зависеть От вас Насколько Вы часто Охотится С манком Все три урока Обучающего курса От покупки Манка К охоте Вы сможете Посмотреть На ютубе Набрав в поиске Канал Курочкина Дмитрия Либо на сайте Kulufhan.ru Интернет Магазин По продаже Духовых Манков В ближайшее Время Примерно До начала Февраля 2014 Года Я выпущу Обучающий DVD диск Охота С Дмитрием Курочкиным От покупки Манка К охоте Базовое освоение Короткоязычкового Духового Манка На белолобового Гуся На этом диске Будет собраны Все занятия В одно целое Также сюда Войдут Оставшиеся Четвертое И пятое Занятия Обучающего курса Это будет Большой проект И будет Большая Обучающая Программа К любому Короткоязычковому Духовому Манку На белолобового Гуся На диске Я расскажу О том Как получить Основные звуки Необходимые На белолобового Гуся Приведу Тренировочные Упражнения С примерами Голоса Живого Белолобового Гуся Для самостоятельной Отработки Звучания Соберу все звуки В охотничью ситуацию И покажу Какой звук Когда нужно Применять Также расскажу О маскировке На гуси На охоте Выборе места Уделю особое Внимание Расстановке Чучел И расположению Скоротка В зависимости От конкретной Охотничьей ситуации Также нарисую Несколько проверенных Схем расстановки Чучел На земле И на воде В зависимости От условий охоты Расскажу О последних Новинках Для охоты На гуся Таких как Манки Маскировочные Средства Скоротки И сети Чучела Стоящие Плавающие Также Расскажу Немного О воздушных Змеях В дальнейшем Я планирую Выпустить Обучающий курс От покупки Манка К охоте Криковая утка Весна и осень Обучающий курс От охоты С манком К соревнованиям Белолобый гусь Соревновательная Программа Криковая утка Соревновательная Программа Данный Видеокурс Вы сможете Приобрести Заказав Его у меня Отправив Запрос На электронную Почту Почту я напишу В описании К видео В интернет Магазине Callofhunt.ru Стоимость DVD диска Будет Составлять 300 рублей Без учета Стоимости Доставки Либо При покупке Любого Духового Манка Белолобого гуся В интернет Магазине Callofhunt.ru За 100 рублей Также Вы сможете Приобрести Диск На ближайшей Охотничьей Рыболовной Выставке В Москве Попутно С выпуском Диска Я попробую Изложить Эту Программу На бумагу И опубликую Ее в одном Из охотничьих Журналов Как только Статью Напечатают Я сообщу Вам Где ее Можно будет Прочитать Надеюсь Что этот Видеокурс Будет для вас Полезен И познавателен С помощью него Вы сможете Освоить Духовой Манок И прийти К правильной Охоте Получить Полное удовольствие От охоты С манком С уважением Ко всем Охотникам Дмитрий Курочки Продолжение следует